Час в час, минута в минуту, радио. Утро на Болткоме. Да, как мы обещали, поговорим сейчас о политике, точнее о ситуации, которая происходит сейчас на границе с Беларусью. Мы видим и, в принципе, звучат постоянные обвинения в гибридной войне. И, более того, в разговорах политиков все чаще звучит формулировка четвертого параграфа на то, что это такое, каким образом этот параграф применим, какой вообще механизм процедуры задействования этого параграфа. Вот обо всем об этом мы бы хотели поговорить с директором Института внешней политики Латвии, Сандрисом Спруцем, который с нами на прямой связи. Здравствуйте, господин Спруц. Доброе утро. Доброе утро. Да. Не первый день, уже даже не первую неделю политики различных стран, ну, конечно, окружающих Беларусью, это и Польша, и Литва, и Латвия, упоминали в своих заявлениях тот самый четвертый параграф договора НАТО. Расскажите, пожалуйста, что действительно означает этот параграф, какой протокол он включает, что за переговоры и что может следовать за этими переговорами? Ну, четвертый параграф – это параграф о консультациях, что между союзниками начинаются консультации в ситуации кризиса. Ну, наверное, мы должны помнить, что, конечно, следующий параграф – это пятый параграф, и там уже практически все готовы сотрудничать союзники между собой в ситуации уже конфликта. Так что четвертый параграф, он в какой-то мере подразумевает, что ситуация кризисная, и что начинается планировка тоже стратегическая, что задействованы планы, как вообще-то подходить к этой ситуации. И, наверное, все-таки тоже можно сказать, четвертый параграф, он тоже сигналит этот такой символичный параграф, что к другой стороне, что мы готовы тоже к кризису, мы готовы к конфликту, если этот конфликт будет эскалироваться, к сожалению. А он будет ли эскалироваться, если мы говорим о том, что насколько это серьезная угроза, насколько не могут справиться, например, пограничные службы с потоком беженцев, вроде бы, казалось бы, мирные, безоружные люди, которые просто хотят перейти границу, их можно развернуть в другую сторону, и все. Зачем нужно задействовать такие высокие материи, силы? Ну, мы видим, что вообще этот кризис в последние месяцы мы можем называть миграционным кризисом, мы можем называть геморридной войной, мы можем называть спецоперацией, наверное, там все, ну, все эти термины, все эти концепты, в какой-то мере, они правдивы, потому что мы видим здесь иммигрантов, но мы видим, наверное, что здесь все-таки есть конкретная операция, как этих мигрантов вообще-то привлечь и как их теснить на границах. И пробовать их уже, как бы, ну, задавливать в другую сторону. Ну, другая сторона, наша сторона, наверное, не слишком-то хотят принимать больших потоков кого-то нелегально пересекающих границу. И, конечно, мы должны помнить, что все-таки латвийская, литовская, польская границы — это внешняя граница и Шенгена, и внешняя граница, ну, если так можно сказать, организации НАТО. Так что то, что мы видели, мы видели американские горки, видим, что здесь могут быть и более, как бы, ситуации успокаиваются. Можно, наверное, сказать, что последние дни немножко ситуация успокоилась, что на границе не стоят тысячи иммигрантов, которые переходят каждый день через границу или пробуют переходить иногда даже насильственным способом. Но мы не можем, как бы, ну, планировать и прогнозировать, что переговоры, которые тоже были между Меркель и Путиным, Меркель и Лукашенко, что они будут позитивны, и что это не повторится. И, конечно, ситуация, к сожалению, может эскалироваться, потому что, ну, мы видим, что наши соседи, ну, используют мигрантов, конкретные, можно сказать, все-таки операции, чтобы давить на внешние границы и на, ну, и на НАТО, и на Евросоюз. Господин Спрос, мы сейчас обсуждаем последствия такого впечатления. Давайте немного историю отмотаем назад, примерно на полгода, когда президент Беларуси, который не признан легитимным президентом в Евросоюзе, тем не менее, глава этой страны заявил о том, что, ребята, если вы будете ужесточать санкции против меня и моей страны, мы перестанем сдерживать потоки мигрантов. То есть, эта история не появилась ни неделю, и ни месяц назад. Эта история появилась какое-то время, и она существовала, и очевидно, что Беларусь каким-то образом действительно фильтровала эти потоки, и сдерживала, и разворачивала. Просто Александру Григорьевичу в какой-то момент под давлением, опять же, со стороны Евросоюза это надоело. И сейчас обвинять его в гибридной войне, в гибридных действиях, в агрессии, насколько уместно. Что предшествовало нынешней ситуации? Хорошие вопросы, и, конечно, я полностью согласен в том, что это последствия чего-то. Но, наверное, все-таки я здесь уточну, что это не последствия европейской позиции. Я думаю, что вообще-то Европа, если мы смотрим 2020 год, очень хотела, я бы не сказал сразу, дружить с Александром Лукашенко, но пробовала все-таки взаимодействовать. Я могу припомнить еще раз, что вообще-то Лукашенко был готов, и его ждали здесь в Риге на визит в 2020 году, в апреле. Так что вообще-то отношения были довольно конструктивные, и они шли в русло такое, я бы сказал, оптимистическое. Но это все поменяло, что стало в 2020 году в августе. Так что я бы сказал, что то, что преследствовало этому всему, это было полтора года назад, а не полгода назад. Наверное, выборы Белоруссии насилие против своего народа. А потом, если уже опять не ходя в каждые детали, но помним, что тот же самолет, который посадили в Белоруссии Минске, ну, наверное, не реагировать на эту ситуацию, просто сказать, да, господин Лукашенко легитимно выбран президентом, ну, наверное, просто было невозможно. И мы помним, что уже в Латвии, и в Литве, и в Польше, но не только, и общество поддерживало все-таки оппозиции, и считало, что нечестные выборы эти были опять насилие против своего народа. Поэтому не реагировать здесь просто было нельзя. И поэтому санкции – это уже последствия того, что сам Лукашенко сотворил в своей стране, к сожалению. К сожалению, потому что Белоруссия – это наш сосед, и, наверное, мы хотели бы отношения с ним строить конструктивные. Какие они начинались строиться последние два-три-четыре года перед 2020 годом? Но сейчас, да, пожалуйста. Господин Спрос, да, простите, что прервал во время ваших рассуждений. Я просто погуглил именно предысторию. Вы вспомнили, да, что полтора года назад еще Лукашенко ждали в Риге, и это действительно так. Вообще, в принципе, отношение Европы, и в том числе Латвии, к Лукашенко, оно движется по синусоиде. То все хорошо, то все плохо, то все хорошо, то все плохо. Ну, относительно хорошо, относительно плохо, конечно же. Но предыдущие выборы, состоявшиеся в 2015 году, президентские в Белоруссии, Лукашенко победил не то что с 80%, с 87%, 87%, почти 90%. И тогда это как бы было нормально, тогда это было как бы окей. А в этот раз в 80% возникли вопросы, возникло негодование и возникло непринятие. Так что на самом деле произошло за это время? Неужели несчастный самолет, который действительно посадили, который вообще не имеет отношения к нам и Евросоюзу, имеет отношения к внутренним делам России и такого намечающегося союзного государства России и Белоруссии? Ну, оппозиционера, ну да, посадили. Выразили европейцы протест, ну как бы и пускай сами разбираются. Да и нет, конечно. С одной стороны, можно сказать, что да, конечно, это внутренняя политика страны и политика должна, во-первых, создаваться внутри страны. Но если мы говорим про внутри страны, тогда, наверное, автомат Калашникова никто из Евросоюза или из оппозиции не давал в руки Лукашенко. Но если президент, так называемый президент, ходит по улицах с автоматом, это, наверное, означает, что есть в стране проблемы. И здесь все-таки есть фундаментальная разница между 2015 годом. Хотя я бы правы, что вообще-то, то, что я уже говорил, американские горки тоже в Лукашенской Белоруссии видели. 2010 год, опять было что-то похожее на 2020 год, когда были выборы, были протесты на улицах и были тоже политзаключенные, были санкции тоже. И тогда, до 2015 года, когда Латвия стала президентом Евросоюза, мы уже тогда, Латвия потенциально ждала Лукашенко в Риге на восточное партнерство, когда Латвия была президентирующей страной Евросоюза. Но 2015 год все-таки было немножко иначе, то, что я говорил, все-таки политзаключенные были выпущены из тюрьмы. Выборы, да, можно было сказать, что они были, какие они были, но, наверное, 2020 год все-таки поменялось тоже общественное настроение, тоже ситуации ковида, что авторитарный лидер, диктатор, как мы называем это уже, как каждый хочет называть, но, наверное, не слишком досправляется с ситуацией. И тогда политзаключенные, и все эти три женщины, которые шли, потому что их мужья были в тюрьмах, или другие заключенные. Но, наверное, что здесь просто уже протестное чувство в Барусском обществе выросло намного побольше, чем оно было перед этим. И насильственная реакция Лукашенко, наверное, все-таки была последствия того, что, конечно, он не слишком-то мог справляться с ситуацией. Напомню, мы беседуем с директором Института внешней политики Латвии Андрисом Спрутцем, и речь идет о ситуации и в Беларуси, и вокруг, и на границах. Миграционный, так называемый, кризис. Господин Спрутц, скажите, как вы оцениваете заявление президента Латвии о том, что в контексте миграционного кризиса он не видит необходимости разговаривать с Лукашенко, при том, что лидеры других стран европейских, например, Меркель, не стесняется созвониться с Лукашенко и поговорить, и обсудить происходящее? – Хороший вопрос. И опять непростая ситуация, потому что, с одной стороны, да, бы соседям как-то бы нужно было разговаривать. И я бы сказал, что вообще-то то, что Лукашенко делает, с одной стороны, да, здесь есть тоже, наверное, и стратегия, наверное, и тактика, наверное, все-таки и господин Путин стоит за этим, потому что Лукашенко полностью уже не автономный лидер своей страны. Но, наверное, все-таки здесь есть тоже и политика, и стратегия и саму Лукашенко, чтобы с ним начали разговаривать. Такой довольно своеобразный способ эскалировать ситуации, но тогда он готов эскалировать, да, снимите санкции, тогда я вот готов разговаривать с вами тоже, эмигранты. Позвонила госпожа Меркель, ситуация немножко успокоилась, это давление на границу все-таки успокоилось. Но опять для Латвии, но это для Латвии, Литвы и Польши, но ситуация непростая. Мы были все-таки очень строги в отношении у Лукашенко в 2020 году и в 2021 году тоже. Это не тоже говорит, что наш президент или премьер, это было вообще-то общественное мнение. Общественное мнение не позволило, чтобы мы как бы строили отношения с авторитарным лидером, мы сами проходили через это. Мы сами видели, что то, что было как бы, ну там 20-30 лет назад, 30 лет назад, наверное, более правдиво. И поэтому, ну, тоже наше руководство в наших странах не может игнорировать все-таки общественное мнение, то, что вообще-то с таким лидером, который все-таки задействует насилие против своего народа, просто разговаривать очень трудно. Да, говоря, кстати, вот про разговор, не могло ли здесь сыграть свою роль интервью Лукашенко BBC, которое достаточно он вел в агрессивной манере и, ну, достаточно грубо прерывая, уходя от вопросов своего оппонента, корреспондента BBC? Я не думаю, что это, конечно, было интересно посмотреть на это. И, наверное, это стилистика Лукашенко. И, наверное, Лукашенко, но все время все-таки строит свой имидж на том, что он такой лидер, который сам все решает, который за все отвечает, и который, конечно, какие-то вот такие вопросы может просто отбросить. Поэтому это его стилистика, но я не думаю, что это поменяет и поменяло чего-то. Я бы достаточно сказал, что позитивно об этом, значит, что он хотя бы вышел на какой-то разговор с BBC, потому что было, конечно, ясно, что вопросы не будут простыми и такими комфортными для него. Но, наверное, что сам разговор, ну, удался как бы из медиа-шоу, удался, наверное, Лукашенко, чтобы он показал себя как вот этим сильным лидером, но, наверное, это ничего не повлияло на межгосударственные отношения и, к сожалению, тоже то, что на границе. Так что здесь все-таки, если еще возвращаясь к прожидному вопросу, ну, наверное, как-то с Лукашенко коммуницировать, взаимодействовать необходимо. И, наверное, если мы это не можем делать, и, наверное, здесь тоже объективные фактора, потому что мы не можем это делать, это будет тоже знак слабости, опять против общественного мнения, то, что мы сами все-таки считаем, что правдим, что мы не можем разговаривать с лидером, который нелегитимный. Но, наверное, все-таки европейские структуры, какие-то европейские страны, и Германия всегда была таким модератором. Но разговаривать, может быть, даже не публично, но все-таки может, и даже в какой-то мере это необходимо. Господин Спорц, вот говоря уже о будущем, задействование четвертого параграфа, означает ли все-таки автоматически, что включается и уже в механизм задействования пятого параграфа, и не может ли это привести к какой-то эскалации напряженности и не грозить какими-то военными столкновениями? Нет, я не считаю. Вообще-то, я думаю, что опять не можно отрицать, не можно исключать самые негативные сценарии. Но я думаю, что они все-таки не самые реальные сценарии. Я думаю, что никто не заинтересован в конфликтах. Хотя опять, конфликты иногда развиваются не для того, что кто-то заинтересован, а может что-то случиться на границе, и конфликт просто эскалируется. Но я думаю, что все-таки никто не заинтересован в таком открытом конфликте. Здесь более давление в этой ситуации с мигрантами, чтобы в конечном счете получить то, что Лукашенко в какой-то мере опять хотел звонок от Меркель. Поэтому конфликта, я думаю, что здесь все-таки не будет. Я надеюсь тоже, я считаю, что не будет. И четвертый панд, он не подразумевает под собой, что должно быть следующий пятый параграф. Вообще-то, если мы смотрим в прошлом, тогда четыре раза четвертый панд был задействован, никогда это не ходило до пятого параграфа. И четвертый панд, он даже специально параграф, чтобы сигнализировать, что мы готовы к конфликту, но мы конфликта не хотим. Мы просто готовимся как бы под эскалацией, вообще-то, чтобы эскалировать всю ситуацию. Да, то есть мы понимаем серьезность ситуации и готовы, если понадобится, к дальнейшим шагам. Хорошо, у нас остается буквально пара минут, господин Спрос, невозможно не задать вопрос, пользуясь случаем на другую, возможно, смежную тему о риторике, о том, что происходит на другой границе между Россией и Украиной. Опять же, от Евросоюза до Америки звучит по всем СМИ о том, что Россия стягивает войска к этой границе, готовится к нападению. И даже уже прозвучала дата, возможно, нападение состоится под Рождество. Зачем это нужно? Нападение или информация? Информация, вот эта массированная информация. А откуда она взялась и к чему она может привести? Я бы сказал, что это довольно похожая ситуация на то, что я говорил про четвертый параграф. Что, наверное, если мы говорим про информации, которые, ну, Европе, которые веро-экономические общества, это, наверное, о том, что мы, да, мы вообще-то знаем про ситуацию, мы готовы в какой-то мере эскалации, мы даем сигнал, что вообще-то мы бы не хотели такого конфликта. Но мы не исключаем, что такой конфликт может быть. Поэтому, опять, я считаю, что здесь все-таки мы конфликта избежим. Я не вижу рационального повода для того, чтобы здесь была какая-то обширная война между Россией и Украиной. Хотя, опять, ну, наверное, мы тоже прошли разные вещи, не до конца, я сам могу сказать про себя, не всегда прогнозировалось точно. Поэтому, опять, ситуация может эскалироваться, но я думаю, что все-таки, ну, здесь для меня аргумент, что то, что Россия делает, это похоже на то, что она делала в апреле, что вообще-то без России на постсоветском пространстве, ну, вообще-то будет тяжело, что Россия всегда здесь будет играть разную роль, позитивную, негативную роль, но без России будет трудно разрешать какие-то вопросы. Я думаю, что Россия дает этот сигнал, да, опять способ, который эскалирует ситуацию, и, к сожалению, потому что войска на границе, на границе, которые вообще-то, ну, не слишком-то конкретные между Россией и Украиной, потому что опять восточный Донбасс, ну, границы-то практически там нет, это часть де-факто России. Поэтому, конечно, ситуация, она непростая, но я думаю, что опять эти сигналы как бы даются с одной и с другой стороны, вообще-то, что мы готовы к разговору, мы не хотим эскалации. Но чтобы избежать эскалации, вообще-то, и одна другая страна говорит, что мы готовы говорить со стороны и с позицией силы. Спасибо, что прокомментировали. Это как вы помните в старой-старой-старой песне «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути». Огромное спасибо директору Института внешней политики Латвии Андрису Спруцу за комментарии о том, что происходит на границе Беларуси и Евросоюза, и даже успели обсудить Россию и Украину. Хорошего дня. У нас короткая пауза, после которой наши замечательные, любимые Андрея Сокина и Катрина Гупола. День в день, час в час.